Всем привет! Вы с Олегом Соскиным. Сегодня уже 23-е, 06-е, 2023. Это мы идем... Будет такое число, наверное, впереди, да? 24-е, 06-е, 2023, потом 25-е, 06-е. А потом будет какое? 26-е, 06-е, 2023. Короче, такие цифры какие-то, да? Не такие во всем направлении. Да, я вам про них рассказываю. Сегодняшняя ночь тоже была такая тяжелая. 13 ракет. Запустили они с этих самолетов своих, московиты. Вот, сбили их, эти ракеты. Летели они якобы на Хмельницкий военный аэродром, где якобы стоят украинские самолеты, которые якобы английскими этими ракетами поразили два Ченгарских моска. Ну и один дрон сбили разведывательный, непонятно чей. Ну, известно, российский, только непонятно название. Вот такие, так сказать, ночные результаты. То есть, ни одной ночи не проходит без тревог. Ну, естественно, значительная часть людей спать не может. Как в это время спать? Удары были С-300 по Запорожью, нехорошие. По Херсону много ударов. Тоже есть раненые, погибшие. То есть, все продолжается. Тяжелые сражения идут. И, наконец-то, заявлено с украинской стороны, что московиты увеличили производство своих ракет и прочей всякой дряни только тем, чем они бьют по Украине, городам в 3-4 раза. Это официально. Они официально, наверное, больше, в 5-6 раз. То есть, они могут производить и новые, и кинжалы, и калибры, и С-300, и С-400, и Скандер, и все, иксы, и что хочешь. Ну, и баллы тоже, которые пока в Сумской области еще не применяли. То есть, как я вам и объяснял, помните, надо же поднимать вот этих мудаков, этих экспертов, всяких шваль, которые рассказывали, что им нечем бить будет. Ну, и этих представителей власти Украины, которые рассказывали, что у России заканчиваются все эти ракеты и так далее. Помните эту брехню Трубадуров этих? Помните фамилии Трубадуров, которые болтали, что уже в мае будут украинские войска в Крыму, да? Что победа будет за Украиной. Помните, да? Уже июнь заканчивается. Где победа? Резнякова, помните, рассказывал, что в феврале наступление будет. Помните? Зеленского, Ермака, всех их шмигалей. Ну, теперь они опять... Кулебу, теперь они опять врут. Он рассказывает, что это контрнаступление, это не единоразовое действие, это очень длительные периоды, это не голливудские фильмы, Зеленский говорит и так далее. А что же раньше врали? Раньше говорили одно, теперь говорите от другое. Врете чего? Брехуны поганые. Брехливое такое, понимаете? Во главе страны стоят брехливые создания. Тупые, брехливые создания. Вы, народ, верите им. Долго верить будете? Сейчас они опять брешут про контрнаступление. Итак, первый вывод делаем. Удары ночные каждый день идут по городам Украины. Болтовня всех этих болванов при власти, недоумков, иначе их назвать нельзя, о том, что не будет ракеты у Российской Федерации, оказалось абсолютной брехнёй. Так же, как Зеленский говорил, что он уедет с Банкова и прочие его брехня, про велосипеды и остальное. Ну, там ладно, то такое было же, выехал, не выехал. Вот. А это уже брехня, которая приводит к массовым человеческим потерям, гибели людей, разрушениям. За это надо отвечать по Конституции Зеленский. Шмигаль, выслуги народа, депутаты Верховного Совета, вы должны, Ставичук, Рахамия, вы должны, там, этот, Корниенко и прочие, вы должны отвечать за это. Сто процентов. За результаты вашей брехни. Это ложь была. За ложь надо отвечать. Это первое. Второе. Давайте про фронт. И так никакого контрнаступления вообще нет. Вся эта болтовня про продвижение на Бердяск, на Мелитополе, еще там куда-то, она не соответствует действительности. Это ложь. Более того, есть наступление российских войск на Купенск, на Кременую, там, в районе Сватова. И оно серьезное. Потеряно несколько населенных пунктов. Вот. Поэтому, вот это является реальностью. Перебрасываются сейчас туда стратические резервы. Хорошо, хоть не пошли туда, в эту ловушку, под Орехово, и другие места, там, на Токмак и так далее, где Суровикин им капкан выстроил. Поэтому фактически сохранены все бригады. Сколько там их? 35-40, сколько их? Слава Богу, сохранены. Это ударная вся группировка. Поэтому можно спокойно отражать. А так все было продумано. Что отличает московитов? Они хорошо, хоть они такие дуболомы, у них разработан был план. Более того, ясно, что у них есть агенты в окружении Офиса Президента, очень близкие к Ермаку. Татарову, Ермаку. Они были уверены, что, наверное, есть где-то там в Генеральном штабе, где-то еще. У Резникова, наверное, в Минобороне есть. То есть те, которые имеют доступ к самым-самым сокровенным решениям. Скорее всего, все-таки это возле Зеленского. Потому что туда тяжело идти к Залужному, к Буданову, да даже к Сирскому. Там все-таки очень ребята такие чувствительные. Там тяжелее информацию снимать. А вот самое легкое ее снимать, конечно, в канцелярии Зеленского. Это Ермак, это Татаров, это сам Зеленский. Вот в этом окружении очень легко. Там есть кроты. Кроты Могилевича и этого, собственно, те, которые держат и Татарова, и Ермака, люди Галушка. Потому что они были уверены, то есть они просчитали через машины, через свою систему штучного интеллекта, какие будут потери танков, бронемашин и всего остального. И то, что я вам говорил, и Путин, и теперь и Падружев это повторил. Это слитая информация. Причем у Падружева пришлось ее повторить, чтобы взять удар на себя. Потому что он вынужден был назвать эти идиотские цифры по потерям, чтобы как бы снять их с Путина. Потому что Путин своими дурными высказываниями про украинские потери так конкретно сел в унитаз на дерьмо. Но дерьмо ему, конечно, поставил Падружев. А Падружеву поставили кроты в офисе президента возле Ермака, Татарова. То есть, это вот эта канцелярия. То есть, у Зеленского там есть конкретные люди, агенты, разведчики, которые работают на высшее руководство. Путина, Россия. Такие же разведчики есть и белорусские Лукашенко. Я думаю, вообще, офис президента он пронизан предателями, коллаборантами московско-белорусской и прочей швалью. Вот поэтому ничего не получается. Рыба гниет с головы. Теперь смотрите, что получается дальше. То есть, слава Богу, все-таки удалось вытащить из подвалов и Буданова, и Залужного. И поэтому вот теперь мясорубка, на которую все было, это был путинский план. Московский план. Уничтожить украинскую группировку западными обученные наши бригады, всю западную технику. Скорее всего, это общий был план и США, ЦРУ, и МИ-6, и КГБ. Они вместе всегда работают, им всем надо уничтожить Украину. У них это не получилось, слава Богу. Ну и теперь надо же как-то отматывать ленту. Вот. Ну, дальше у них по плану шло. Они были уверены, что они уничтожат большое количество бригад, по сути всех. Дальше они должны были ударить туда вот Купенск и Сватово по этому направлению. Они ударили, потому что у них план был, план остановить нельзя. Но поскольку наши бригады остались целыми, да, они там немножко взяли, но эти бригады теперь туда перекидываются резервные несколько штук. Понятно, что они там их в замес пустят. Московитов их там не будет. То есть, получается, дальше тоже у Московитов еще какой-то аж почему надо было на Купенск идти. У них был план захватить Харьков, то, что я вам говорил. То, что, в общем-то, все и планировалось. Поэтому почему ЦРУ работает и Байден? Потому что Байден отдал приказ Зеленскому в рамках координации с Москвой КГБ, что с Галушкой, что нельзя наступать на белгородском направлении. И Зеленскому запретили. Поскольку там давление снизилось, то у них была возможность наступать по Кременной и по Сват. Ну, теперь у них вышла вот такая дырка. И наши туда пошли на замес их. И за месяц будь здоров. И тут у них тоже обрушилась. Теперь получается у них как бы что дальше делать? Бригады стоят. Более того, фактически возле Херсона теперь так сказать суша. И можно переходить на ту сторону в районе Олешек, в районе Голой Пристали. Ну, то, что я этим недоумкам еще в октябре говорил 22-го года, что там надо наступать. Не сделали лишь этого. Ну, так хоть теперь давайте вперед. А там нет защиты. То есть можно спокойно выходить на Крым, только надо уничтожить теперь Армянск, мост этот Армянск-Перекопск. И все. Ну, и дальше надо все-таки уничтожить, бить обязательно дальними ракетами. Ну, там в принципе и Хаммерсы достают по Бердянскому направлению, по вот этой дороге, чтобы они не могли снабжать вот это направление на Херсон дорогу. Таким образом, у них с Крыма подвозить они не смогут ничего, поскольку перебиты эти мосты. А подвозить свои силы через Мариуполь по этому сухобудному они не смогут. Ну, и все. Таким образом, там они и остановлены возле Купянска, Сватово. Все. Таким образом, фактически, вот этот мешок может замкнуться. Это Голая Пристань, это Каховка, Новая Каховка, это Олежки и туда дальше что там идет. А, Голая Пристань, Олежки, ну и там Скадовск и так далее. В принципе, там уже Днепра практически нет. Там сухо. Вот и все, жара стоит приличная, поэтому нифига они не сделают бить этими ракетами, надо не пускать их, уничтожать им всю логистику и все. И можно выйти спокойно тогда на эти все так сказать основания Крыма. Вот, Крымянскую и так далее. Ну дальше то такой вопрос там очень тяжело конечно. Дальше идти там все очень тяжелые укрепления. Ну практически полностью Херсонская область будет освобождена. Задача будет выполнена. То есть фактически вернемся к ситуации до начала второй фазы открытой войны агрессии Московии против Украины. Ну останется вот это только кусок Запорожской области. Все. И тогда можно его наступать. Или наступать как я говорю вперед. Вот идти. Ну и может надо уже на Беларусь наступать. Уже пора. Пора на Беларусь. Пора. Ну для этого надо ну Зеленский наверное не сможет этого делать. Его заявления такие совершенно абсурдные про то что можно там этого ну я вам сделаю сейчас еще там он говорит что типа мир может это самое как говорится там Путина есть средства его жития деятельности лишить и так далее смешной Володя Зеленский очень смешной хоть бы с папой своим поговорил он бы ему может там папа там среди был в Монголии и все время с шаманами встречался видно туда доходил до разных так сказать этих групп может быть даже с представителями элементами разных монастырей шамбалы встречался и так далее откуда ж такой Володя у него знатный появился ну и прочее все понятно что где-то же выращивалась эта вся молодая поросль вот такая картинка то есть наступления нет города бомбят каждый день уже производство идет по полной программе ракет Китай в полный рост сотрудничает Иран дает Китай Северная Корея и так далее никаких ограничений и санкций для России нет все эти пакеты можно всунуть Европейскому Союзу и всем этим фон дер Лайнам в одно место засунуть Брелям и прочим там да вот ничего это все не действует Шольц и Макроны Сонак и Риши и прочие Байдены вот поэтому я думаю надо переходить на спасение утопающего дело рук самого утопающего ну и конечно поскольку будет мощнейшая схватка те которые вот живут в этих всех регионах вот ну и Хмельницкий видите тоже да и Полтава там тоже у них военный Миргород когда-то был ездил такой мирный городок был там мэры такие все ну там тоже подвели меня там ребята обманули вот видите какие у них теперь проблемы бомбят их Миргород Полтаву я думаю тоже бомбить будут мощно нельзя хитрыми бить не надо быть хитро этими самыми такими слово такое есть да хитро пятыми точками это очень вредно вот такие у нас с вами дела подписывайтесь на мой большой канал это сейчас это сейчас сделаю еще одно вам видео на большом третьем может еще поставим ну и маленький мой небольшой соцкин юз тоже классный будет сейчас подумаем про Байдена расскажу много отличился парень очень отличился там при встрече с этим моди Брахманом до новых встреч до новых встреч